Как водится, в дикой природе все продумано до мелочей и все расставлено по своим местам, хищники охотятся за добычей, а более слабые представители животного мира убегают от кровожадных преследователей, стараясь спасти свою жизнь. Вот только во всех правилах бывают исключения, и иногда жизнь преподносит сюрпризы даже в мире дикой природы. На территории Кении расположен уникальный заповедник озера Накуру. Природная экосистема данного места включает в себя сотни разнообразных видов растений, животных и птиц. Именно сюда приехал на экскурсию 39-летний Нелут Полбаруа и в итоге стал свидетелем удивительного случая. На его глазах многочисленное стадо разъяренных буйволов загнало на акацию большого льва. Загнанный в плен хищник агрессивно рычал на парнокопытных с высоты своего укрытия, но спускаться боялся. Довольно длительное время рогатые стражи ожидали, что мохнатый охотник осмелится подойти ближе, но затем потеряли интерес к нему и спокойно двинулись дальше. Царь зверей, несмотря на свою легендарную храбрость и свирепость, крайне испугался, когда его лапы стали соскальзывать под тяжестью веса вниз по стволу. В тот момент льва спасло то, что буйволы уже успокоились и проявляли к его персоне лишь равнодушие. После ухода стада побежденный зверь сразу спустился с веток и поспешил в безопасное место. На самом деле, такого рода случаи, когда охотники и жертвы меняются местами, происходят нечасто. В данной ситуации сильная сплоченность стада помогла парнокопытным обуздать свирепое хищное животное. Чаще всего так бывает, когда лев нападает на малышей буйволят, на больных или старых членов стада. Для защиты своих собратьев группа жвачных млекопитающих собирает все стадо, при этом они становятся довольно гневными и безжалостными к обидчику. Лишь благодаря возможности забраться на дерево, горе-хищник спас от многочисленных побоев и, возможно, даже смерти. Индийскому фотографу, в свою очередь, повезло сделать поистине уникальные кадры. Подобные моменты в дикой природе редкость, и мужчина долгое время не мог успокоиться и собраться с духом, чтобы начать снимать происходящее. А вам приходилось становиться очевидцем случаев в дикой природе, когда хищник и его жертва внезапно меняются местами. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.